Привет всем, с вами группа Зиос Крестлинг Энтертеймент и мы продолжаем гамать WWE Universe. Сейчас у нас Суперстарс на очереди, конечно же, и следовательно бои по заказам, по просьбам. Вот в первый я уже зашёл. В общем, нажимаем Play, это матч команды Ортона против команды Вэдда Беррета. 3 на 3, то есть Elimination Tag. Так, в команде Брэнди Ортона у нас Шеймус и Джон Моррисон, а в команде Вэдда Беррета, конечно же, сам Вэд Берретт, Кристиан и... И, 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 как ещё? А, и Коди Роуз. Так, почему выходы, я их вроде бы пропустил, ну да ладно. Вот Кристиан, Роуз, это всё команды Беррета, то есть, наверное, хилы, если можно так сказать, в команде Ортона, практически фейсы всех. То есть Ортон, Шеймус и Моррисон. Ну, начинаем. Ну, это был последний сейчас выход, Моррисон. И, вот, начинаем. Сказали играть, ну, за кого угодно, но я почему-то захотел играть за команду Беррета. Ну, не знаю, просто за Ортона и Шеймуса я часто играл, вот за Кристиана, Роуза, да и, в принципе, из-за самого Беррета я не особо-то и часто играл. Так, не бредит на Морртон пока его. Загасить, хотя не даёт. Клузлайн. Отталкивает. О, Баберрета. Я немножечко приболел, может быть, вы уже заметили по голосу, я не знаю, понятный или нет, но, в общем, я даже не поперсив в школу, у меня что-то температура по сегодня. И, я знаю, голос, блин, такой. Я вообще не думал записывать, но всё же запишу выпуск, потому что, ну, думаю, вы хотите что-нибудь посмотреть, поэтому я всё же для вас запишу. Не даём Морртону на нас напрыгнуть. Вообще, блин, так болеть неохота прям. Блин, вроде каникулы уже сколько через два дня получается, ну, сегодня четверг, вот сейчас записываю. А я заболел. Ну, в общем, ладно, это, в принципе, это проблема. Я думаю, вам неинтересно ТНФ. Ну, разве что в плане голоса изменён, может быть, немного. На смартфон, все дела. Ну, да ладно. Удаётся нам такая... О, хот-тек у нас есть, отлично. Передаём его Кристиану и нужно попадать на кнопочки. Отлично, раскидали соперников. И не даёт нам Моррису-то поделать ему финишер. О, чёрт. Блин. Да ты гони, что ли? Киллсвич хочу. О, киллсвич. Отлично. Ну, и удержание, но нам помешает. Как я уже говорил, в таких матчах... Ага, всё-таки нет, не смогли нам помешать, потому что партнёры по моей команде очень удачно действовали и не дали Ортону... Ортону и кому-то Моррисону. Помешать мне. Точнее, Ортону и Шейнбусу. И у нас минус один, то есть... Минус Моррисон. Хотя я думал... Ну, я начал говорить то, что типа... Я вам говорил, что... Если играем в командный матч и... Ну, только начался бой, то обычно мешают нам соперники. То есть, легко удержание не делать. Нужно избить каждого, хотя бы немножечко, чтобы они не вылезали. Ну, повторюсь, что партнеры по моей команде очень удачно действовали. Блин, хотел сигнатуры сбивать, но, блин, Ортон... Решвик у нас тут направил наш угол и сбивает тут. Сейчас. Не получается ничего. Пока у меня вылетел там кто-то Беррит, по-моему. Да, Беррит. Ну, я еще напомню, что у нас сегодня, помимо этого матча, Роу Рамбл матч. И Хардкорн, Коди Роу С против Мистерио. Вот там я постараюсь разбить столы там всякие, как и обещал, по-новому. Ну, пока что у нас этот матч идет, и видим, что Ортон делает неудержание. Ну, Коди Роу С помогает нам. Все-таки наша команда как-то лучше выглядит. Вот, по-моему, у меня опять был хот-тек. Блин. Но, блин, не знаю, не дает мне орган использовать хот-тек, потому что он меня избивает и совсем у меня там полосочки тоже нету. Да, блин. Во. А, это не хот-тек, наверное, это просто залечиться, не восстановиться. Да, дробь опять. Ортон, Коди Роу С, я думаю, поможет мне кто-то из партнеров, но я сам справился. Да, снова этот сдох-дрог. И сигнатура, если у Ортон, он может нам сделать стампы или... Или что там у него, уж я уже не помню, на сигнатуре. Немножечко восстановимся. Что, ему там что-то хлопает? Ортон, Коди Роу С, я не знаю, мы, я же не помню. Ортон, Коди Роу С. Тупая болезнь, блин. Еще не вовремя. Ага, зато хот-тек делает уортом. Сейчас, видимо, будет селти-кросс или что-нибудь, Биг Бут там, не знаю. все таки салти кросс а это откуда это баррот то вылетел я не понял удержание сейчас нам будет делать ух ты площадь какая блин все минус минус один из нашей команды сейчас я играю за роутер м блин я не хочу проигрывать снова этот бэкдроп, что-то все как дропом пользуются бэкдроп в общем остались Роудс и Лайтберт против Шеймуса и Ортона но у нас, так сказать, хитрицы, наверное, остались хитрицы и хилы, а вот у них тут фейси терминаторы ну я не знаю, можно ли называть Шеймуса терминатором но Ортон точно ну хотя он уж, ну не знаю ну я считаю его терминатором в том смысле, что он побеждает очень много в последнее время ух ты, есть три финишера у Шеймуса но он передает Т-корту ну и сейчас мне будет вайп про РКО видимо сейчас будет еще и минус Коди Роуз ну да, РКО удачно и еще есть две попытки у Рэнди Ортона сейчас будет, наверное, обычное РКО ну да, так и есть ну я думаю, после такого момента уже точно я должен покинуть этот ринг, хотя отлично, попали полосочки ну у меня синенькие синенькие полоски прям совсем мало извили меня зря, но поэтому мне труднее нужно перехватывать инициативу понемножечку, но не получается передамка я так, блин, меня шатает ах, чёрт да блин, да что такое-то ох ты ну вот так, блин, что-то они прям командно задействуют Берет, помогай ну вот так будет передавать Энди Ортона, что-то они прям зачастили такое ощущение, как будто они уже давно в команде работают с Шеймусом блин, вообще мне ничего не дают сделать я не могу среверсировать даже ага, Ари Швип а вот промазал Шеймус дебутом, да ну нафиг я лучше так передам Берету, давай, тащи Берету ах, бэкдроп снова что ж такое-то сигнатура сейчас будет, наверное, использована о, нет, не даём отлично командный чину сделаем с Кодди Роулсом тут такой вот приёмчик хе типа кроссбадди вот, ещё один кроссбадди но здесь я думал Роулсу бы сделать кик в лицо было бы прям как у самого Роулса, но я не знаю ему мы всё-таки не качал как и не особо я честно не просто играю ну вот наконец-то удаётся более-менее полосочку установить ух ты сворачивание делаю Шеймусу четыре три, отличие минус Шеймус остался один Ортон против нас двоих ещё и поблагодарить надо Берета потому что он задержал Ортона и Ортон не сумел помочь Шеймусу оба прям до сигнатуры чётка ещё накопить Neckbreaker и сигнатуры делаем вот такая вот сигнатура Коди Роулса и финишер что кроссроудс ну хм не даёт Ортон среверсировал от нашего кроссроудса или что там я не знаю здесь стоит у Роулса финишер блин ну да всё пропал финишер вот так вот быстро я даже не меня спел ничего сделать блин хреново хреново прям вообще доминирует соперники только накопил нормальную полоску финишеры и блин и меня снова избивают Ортон даёт завладеть инициативой ну как я уже говорил что матч настоящий я ну не начинал записывать но я не знаю нужно ли вообще писать именно этот который я задумал просто мне кажется что его много кто посмотрел точнее видели уже все ну короче я хотел матч с комментариями записать с 2000 года тилси матч по моему то есть Харди Бойс против Дадли Бойс против Эджи Клиссина я думаю многие уже видели этот матч и не знаю нужно ли делать его или нет в общем напишите в комментах нужно делать его или другой какой нибудь ну другой который я задумал тоже Правда, нужно его скачать сначала Но я сначала хотел сделать Именно вот этот, который я сказал Телси-матч 2000 года на рассламании 17, по-моему Поэтому, в общем, пишите в комментах Надо ли делать этот матч, который я задумал Или сделать другой Блин, что-то пока ничего не получается нормально сделать Передам-ка, это так, Берту Что было? Биг будет, неплохо Бэкбрейкер Найс Еще один Бэкбрейкер, отлично Получаю, Ортон Просто загасили его Зажали Гугл Еще бы в финишер сделать сигнатуру И вообще будет отлично Что, блок не даем Ортону встать Вот, поднимем его сами И сигнатура Овербомб, отлично Ну, жаль, жаль без удержания Ну, да ладно, сделаем финишер Правда, Ортон Что-то не дает нам сделать Хотя Удается мне сделать финишер Видимо Вот это Ой Это мне видимо Видимо Блин, не то нажал Черт А, блин Так, секундочку Надо отрубить А то опять звонит через 5 минут Вообще Если можно говорить про этот будильник В смысле, тема Кейна То он очень пробуждает Честно говоря Когда телефон лежит возле вашего уха Вы просто сразу встанете Но здесь еще Тихо Я сделал тихо Потому что когда у меня было громко Я просто соскакивал И все Короче, мега будильник Я не знаю Какой стоит у вас Может быть Ну, песни какие-нибудь И так далее Ну, Кейна Я думаю Кто просыпает И не может встать В своих будильниках Поставьте тему Кейна И вы сразу Проснетесь вовремя Ну, да ладно Делаем еще одну сигнатуру Бертом И передам кайотек Коди Роуту И завершим Им матч Делаем кросс роут Наверное Сверт он сейчас Не будет нам опять Мешать Реверсировать А это DDT какой-то Это не кросс роут Надо было на кросс роут Наверное, сзади подойти Ну, давайте накопим Блин, да что ж так Почему считают роут Я не понимаю Бэкбрейкер делает нам тут тортом Черт, да Нужно было сразу удержание делать Бэкбрейкер 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 Терминатор Он даже выгреблен Тащит Один Можно сказать Лишает нас полосочек Постоянно этих синих И мы теряем инициативу Ну, там некоторые болельщики кричали Сейчас Коди, Коди Зрители Но Блин Я стараюсь Бульдог Отлично Передам, конечно, все-таки Обратно Бэрроту У него как-то получше, получается Доминировать на Дортоне Бигбут неплохой Еще один сделаю Еще один бигбут нормально Хотел сделать, а решить наш угол, чтобы Конт команды прием замутить Сыровый, но Перенаправил нас Ортон И, видимо, хочет сделать какой-то суплекс Вот не даю я, но я не хочу Суплекс и прыгнем с ним отлично ну а решили или направляет ортон у зла и щас будет да и удержание хочет делать ортон он его делает но я попадаю по полоске остались на ринге блин да что ты запаялся суток а а а и 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 все уже показала мы пока я не могу удалить вертолета А, скупслэм, да, у него стоит на сигнатуре, а теперь есть у него финишер, он делает орфео. Спасай меня, Берет, от этого Уортона. Тут, понимаешь, попадёшь. Я думал, уже всё, три сейчас будет, но Берет успевает помочь нам. Делаю я субмишн какому-нибудь Уортону. Чёрт, он даёт. Да блин, не получается субмишн это сделать. Достал. Ну-ка тебе, а решиви, и сделаем командную чё-нибудь, давай, Берет. Вот, что я упал. Отлично, сейчас будет что-то. Тимворк, короче, командная работа. Ну вот, так вот, ну неплохо. И, блин, Уортон перевёл на DDT наш приём. Да чё ж ты, блин, надо завершать уже, Боря, реально. Затянулся я, я думаю. Да что ты, на DDT? Достал. Реально шпилю по кнопкам и ничего не получается делать. Боря, реверсировать пытаюсь не получается. Роут! Отлично, а Роут что-то не убегал. Ну, я сам справился. Наверное, он это знал, что я справлюсь. Облдроп, но хотя это было не похоже на облдроп, что-то другое. Да, блин, таращит, ну, сука. Возьму-ка я стул, хоть я знаю, что меня не сколектирует, ну и ладно. Зато Уортону. Разобьём лицо, и чтобы он не трогал нас. Останемся один на один, уравняем шансы. Получаю, блин. Ну, вот все, меня дисквалифицировали, и тогда... Эй. Ух ты, неплохо. И делаем удержание тогда. А почему я не играю Роутсом? Это не я играю. Эй. А, что за... Хесть. Эх, пацаны, это реально не я играю. Чё это за глюк? Это реально глюк, мне кажется. Вот в этих elimination тегах много глюков, я уже не раз замечал. Ну, это не я играю, короче. Разбил лицо Уортон в Коди Роутсу. Давай, Роутс, ащи. Во, у него есть сигнатура, используй её. Или это Уортона. Нет, по-моему, у Роутса. Чёрт. Тащи Коди. Рашил отцвет. Да и Уортон, ну и сигнатура. Ну, была. Во, сворачивай мне от Коди Роутсу. Раз, два, три. Нет, не три. Раз, два, три. Уортон перевёл сворачивание Роутса на своё сворачивание и победил. Ну, в общем, наша команда проиграла, но выиграли наши соперники. Команда Рэнди Уортона. Капитан, как ему подобает, вытащил свою команду. Хотя, я думаю, если бы я стулом не ударил, я бы, может быть, ещё и выиграл. Ну, да ладно, просто запарил меня Уортон и хотел я уже, чтобы бой завершился. Но напоминаю, что в это воскресенье Выперию Night of Champions, не забываем. Ну, а мы переходим ко второму матчу, и это будет матч Хардкор. Коди Роутс против Рэй Мистерио. Что-то я сейчас поиграл за Роутс, и мне прям не хочется на него играть. Поэтому всё же я буду играть за Мистерио. Ну, я, в принципе, и говорил на Ро, что я наверняка изменю своё мнение, кем играть, как будет настроение. Ну, настроения нету, потому что я болею, но всё же по-другому хочется сейчас. Ну, после того, как я поиграл за Роутса, за него уже не хочется играть. Но да ладно. Рэй Мистерио против Коди Роутса. Хардкор матч играть за Мистерио. Всё-таки попросили за него, и я за него и собираю Коди Роутс, ну, значит, Экстрим Роутс, что ли? Ну, да, Экстрим Роутс, тогда получается. Рэй Мистерио. Вот у меня костюмчик другой. И Роутс, вот он Роутс. Отлично, сейчас будем что-нибудь пытаться сделать, но... По Мистерио Моффсет просто такой, что не бомбы, у него никаких там нету, но... Попробую я что-нибудь сделать из того, что я видел в видосе, которые нам скидывали. Так, сейчас я поищу здесь блокнотик, где я записывал, что я хотел сделать. Блин. Где же он? Тут валяется так. Да хера блокнотов тут. Я пока просто нажимаю на одну кнопку, пока ищу блокнотик. Так, блин, где ты валяешься тут? Бульдог, не плохо. Да ёпт, где же этот странный блокнот? А чё, Экстрим Роуз... А, ну, да, нужно же нам доставать предметы из-под ринга. Так, секунду. Ну, в общем, ладно, продолжаем. Я не нашёл я этот блокнот. Ну, так, по памяти буду делать какие-нибудь штучки. Я думаю, можно уже лезть за предметами. Столы, конечно же, понаставим. Видимо, Роуз тоже за столом полез. Нет, он взял швабру, он любит мыть колы, видимо. Так, ставим столик. Всё-таки вот сюда вот куда-нибудь. Возьму-ка я ещё лесенки. Лесенки положим сюда вот. Биби Трунс. Привет. Бульдожик. Отлично. Ой, чайный залез я. О, гейз. Ну, ты знаешь, эти компетенторы-соспекты-соспекты-соспекты-соспекты? Зачем ты стол забираешь, эй, идиот? Я не для этого их. И вот, доложил, чтоб ты забрал их. Вот сейчас я шваброй. Ха, закрутилась швабра. Вот, бульдог, но он не на стол. Столик я поставлю здесь. Я бы ещё один взял, конечно же, ну, не знаю, не возьмёт, наверное. Снова швабру берёт. Кольдерус, да ты критин, что ли? Ну, почему столы-то нельзя, блин, да один, что ли, можно так, блин? Ну, да ладно. Мусорный бачок я взял. Ха, я не могу. Ну, я уверен, что это тоже. Жаль, нельзя как-то вот тут взаимодействовать, допустим, положить на голову этот бачок Коди Роудсу и как-нибудь греметь, стучать по этому бачку всякими штуками. Ну, ладно. Сейчас бросим бочечку ещё сюда. Давай, Роуд, залезаем сюда на ринг. Сигнатуру сделаем, а вот и не сделаем, потому что Роудс своей шваброй нас избивает. Нет, не слезай, вот сейчас по-любому стол возьмёт какой-нибудь. Блин, нет, он прыгнул и криво получилось у него это. Давай. Ой, удержание, не-не-не, отпущу я сам Роудсу. Ну, блин, хотел Аришвиль сделать. Но мне немного не туда. О, нормально сейчас было, в принципе, сделано. Роудс упал на мусорный бачок. После дробкика. Но хочу я ему другое сделать. Ты зачем лестницу берёшь, волочь? Не для этого и положил сюда. Давай на ринг. Или Сигнатуру. Хурикон Рана. Отлично. Ну, и ещё одна Хурикон Рана. Ну, на ринге тоже, конечно, был бы сексуал на месте. Да ладно, мы не на ринге. Не даёт мне роботу делать ему катапульту. Ну, блин, зачем-то я лестницу попрокинул. Ну, блин. Не даёт Мироуц здесь сделать то, что я задумал. Но, блин, почему столов-то мало? Это плов-то вообще. Криво получилось сейчас. Так, отлично. Посадить дождароуц. И пнуть. Ага. Стол у нас далеко. Я вот таким образом хотел разбить стол. Вот сюда, значит, его примерно нужно поставить. Давай, Роуц, залезаем. Попытку номер два сделаем. А, чёрт. Не даёт. Ну, здесь, конечно, чтобы разбить, нужно... Ну, в смысле, чтобы просто разбить или показать всякие штучки, лучше играть вдвоём с кем-нибудь. С другом, например. Ну, конечно же, можно и так, но... Там полегче поставить сложность, конечно, можно. Чтобы... Больше нам давали возможность что-нибудь сделать. А вот Бульдог, по-моему, сейчас был на лестницу, но... По-моему, не ударился. Роуц. Хотя, не знаю. О, блин, да зачем тебе эта лестница? Запаривать. Ух ты. О, теперь точно на лестницу попал. Роуц. Так, посадим. И... Дропкик. Давай на стол. Отлично. Ха-ха, так что он не разбился. Блин. Ну, ладно. Эээ... По глазам удар. Потролся. Избавленный крючок. Так, поставлю-ка я столик и попробую сделать одну штучку. Поджигать не буду. Всё-таки. Роуц опять что-то отжал там у зрителя. Да, постыль. Ну-ка, вставай. Хочу его положить на стол. Правда, здесь это не особо-то удобно. Блин, зачем трубаку? Я не это хотел сделать. Ну, ладно, попьём немного так. Сиг... А, черт, финишер. Ну-ка, ну-ка, я попробую. Да, блин, не даёт Роуц. Хотел я немножечко другую штучку сделать, нежели задумал. Ну, ладно. Клинч. На стол. Блин, почему в эту сторону-то? Ну, ладно. Хотел поджечь стол и сделать ему вот эту хури-ган-рано. Не попал, лол. Так, ну давай уже, вставай. Я хочу затащить его на стол. Положить. Блин, не то. О. Что это такое? Ого. Копили водички. Честно говоря, я первый раз такую штуку вижу. У меня такого раньше не было. Это, видимо, я как-то затащил Роуза просто сюда вот. И такая штука, типа, попил. Да, блин, почему? Написано же крестик. Я нажимаю крестик. Почему не кладёт Роуза? Неудобно тащить вот тут этих рестлеров. Блин. Иди сюда. Хватит отжимать у зрителей предметы. Пока что на стол у меня разбился в первый раз. В принципе, я сделал то, что задумал, но немного не так вышло, как именно хотел. Сейчас забьём здесь роваться. Вот так вот, отлично. Во. Давай на стол. Да, блин, почему опять турбакла? Нафига нам турбакла, это? Ух ты. Урикон Рана. Урикон Рана. Поджигаем стол, тогда пофигу. Сделаем другую. А чё, она мне показывает поджечь-то? Совсем уже стол отуднялся. Урикон Рана. Ну, где же поджечь-то? Во. Подожгём сейчас. Отлично. И сюда Роуз. Сукуло. Ну-ка, попробуй-ка я. Чёрт не даёт. Роуз. Давай, среверсировать нужно. Лин. Нет. Ди-Ди-Ти. И пропал фенчер. Ну ладно, на фенчер не нужно. Стол подожгли и уже хорошо. Вставай. Роуз кривой не попал на нас. Попытка номер два. На горячий-то стол больнее падать. Разбегаемся и дропкик. Ес. Разбился стол. Такая-то как-то нам... Блин, не было особо интересно... Ну, в смысле не интересно, а не было видно нормально. Как разбился стол. Здесь чё-то ничего нету. Нам нужен стол обязательно. И здесь ничего нету. Как так-то? Типа у нас вот этих всяких швауров дофига. Видимо. И нужно их сломать, чтобы появились возможности взять новые предметы. Давай, уничтожайся, вот такая лопатка. Или зрителям бы её отдать как-нибудь? Кинем сюда лесенки. А, чёрт, блин. Хотел сделать Хориконорану на эти лестницы. Роузу. Блин, да как предметы нельзя брать? Да чё за фигня-то? Видимо, действительно, здесь много просто всяких креней. Это Роуз, блин, всё виноват. Полутаскал под всяких костылей, титулов. Баночек с водичкой. Блэддок. Ди, идти на титул, что ли? Чё это? А, трем лицом Мэй Роуза. А в титул. Костыль, нафиг он нам нужен? Водичку он возьмёт, может быть. А не берёт её. Мистерио. Сделаю-ка я ему в 6.9. Надоело мне Коди Роуз. Опа. 6.9, отлично. Найс. Ну а теперь-то можно встал делать. Ну да, нет, нифига я не взял. Блин, ну вот, не нравится мне это. Ну ладно, тогда разобьём здесь не, что ли. Блин, зачем я выбросил? Чё это за... Ну это. А, попробуем сделать тогда небольшой глюк, что ли. Надо разбить этот стол. Иди сюда, Роуз. На, получай. Нормально. Ой, утропах. Отлично. Не трогай лестницу только. Да тут и пой. Кретин. Бульдогти на лестнице. Ну, немного не на лестнице, конечно. Ладно, ну, да щитроутся на стол, комментаторский. Да, блин, не могу. Сука. Хоп, утром. Не трогай лестницу, всё. Достал меня уже в Роуз. О, реверс. Но, блин. Нафига на Рин? Иди сюда. Да чё-то всё какая-то листья-то прикопался. О, надо поднять его. Положим сейчас. Ставим лесенку. Но это ещё не глюк. Глюк будет дальше, я думаю. Попробую сделать, по крайней мере. Так, залезаем. И прыгаем. Нормально. Мульсулт. Франкенштейн. Ну, или Холиканрада. Так, разберём этот стол. Теперь лестницу берём и облакачиваем её на наш стол. Забегаем. И мы на столе. Вот ещё можно как-то вот туда вот пробежать. Во! Вот и глюк наконец-таки удалось сделать. Вот я бегаю среди зрителей. Я считаю, всё же это глюком. Ну, не знаю. Почему вот мы и возле трубакового тут. Мы вообще где? Мы как-то, не знаю, сквозь всякие штуки проходим. Вот тут вот можем побегать. Вот. Да. Игра просто полна глюков, лагов и всякой хрени. Эй, как обратно забежать? Блин. Ещё не видно нифига. Эй, я хочу назад. Блядь. Чёрт возьми. Ну, какой хер мне понеслось сюда бежать вообще? Мать вашу. Сука. И чё, и как мне теперь назад-то вернуться? Идиотская игра. Ха, всё, видимо, короче, можно уже не продолжать этот бой. О, нет, всё-таки. О-о-о. Наконец-то. Ну, хотя бы такой вариант, что я зашёл обратно. Да, блин, Бульдог опять. Ну, блин, так как нам нельзя столы доставать, это очень плохо. Потому что я хотел ещё много ещё показать с предметами. со столами больше всего, но, блин, видимо, из-за того, что тут всякие херени дофига, нам ничего не получается сделать. Разбили лицо ровку? Сигнатура. Ну, реверсирует ровцы и проводит нам пауэрбомб. И удержание он делает. Ну, я вырвался. Чёрт. И опять сдержание. Да ты чё, гонишь? Отлично, попал. Нужно всё-таки, наверное... О, Бульдог на лесенку. Нужно всё-таки, наверное, тейблс матч, но там, блин, если стол-то один сломать, то сразу и матч закончится. Вот чё плохо-то. Поэтому, не знаю, в Extreme Rules, ну, тут, блин, действительно, из того, что предметов всяких дофига левых, поэтому нельзя нам достать ещё столу какой-нибудь или ещё что-то типа того. Делаем ещё один с X-1-9. Блин, вот слово прям вообще нужно. Я много чё с столом хотел сделать. Как вот избавиться-то от предметов? Я даже не знаю. Вот тут обломки всякие. Зачем-то лезть, выбросил диву. Ну, я думаю, тогда можно завершать этот бой. Сейчас по трём только ещё лицом. Полцептика. Хурикарана. Хурикарана. Ух, мудропах. Ну, я тогда сделаю всё-таки последний. Блин, нет, не сделаю. Хотел сделать Хурикарана и там с удержанием, чтобы было... То есть там Кроссбадди или чё-то типа того. Франкенштейн. Франкенштейн. Ну, я залезу на лесенку и прыгну. Отлично. До Шурикарана сделаем. Вот, сейчас на лесенце бы... Но реверсирует роут. Ну, всё-таки попал на нас. Ну, сейчас я тобой сломаю эту лестницу. По крайней мере, я так хотел. Обрубкик сделал нам Роуз. Блин, не то. Чуть-чуть не туда направил. Ну, ладно, бэкбрейкер. И сейчас попробую. На лестницу. Во. Сейчас будем разбивать её. Отлично сломалась лестница. Ну, и делают тогда удержание. Раз столов нету. Хотя, последняя попыточка. Я посмотрю, стол-то можно, а может быть, уже взять. Не, нельзя. Короче, тогда точно завершаем бой. Во всём Роузе виноват. Ну, блин, всякого дерьма кто-то набрал. Теперь нельзя нельзя достать из-под ринга всяких штучек. Бульдог очередной. Мутсоу холм делаю. Или что там, в серию делаю. Да, мутсоу. И тогда финишер. Блин, да. Я вот запарил под лодой. Ну, я же реверсировал. Сейчас теперь пропадет, конечно же, финишер, как всегда, не вовремя. Ну, я вот всё-таки не успеваю я сделать его. Во, теперь с удержанием было сейчас. Во, пин, и я думаю, я побеждаю. Раз, два, три. В принципе, неплохой бой был в плане некоторых моментов, то есть, экстремальных, ну, как стол разбил, там, горящий, скинофроуз, вот этот прыжок с лестницы. Ну, хотел я всё-таки больше показать, нежели вот то, что сделал. Да и тем более, мы ещё и глюк увидели. А вот сейчас будет какая-то заставка. Ну, пожать руку, он сейчас не пожмёт и просто уйдёт. Я не понимаю смысл этой заставки. Типа, обиделся, что ли? Надо было мне не жать руку. Роудсу, потому что, блин, испортил нам весь праздник, так сказать. Ну, ладно. Ну, и сейчас переходим, конечно, к третьему матчу, и это Royal Rumble матч. То есть, у нас выпуск вообще, по-моему, длины получается. На часик так точно выйдет. Ну, ладно. Тем более, что 30 человек в Royal Rumble, и нужно ещё и выбирать. То есть, есть список, которые мне дали. Ну, как дали. Короче, ресторов сейчас нужно будет заменять. за кого там нам играть-то? Не сказано, за кого. Я сейчас посмотрю. А, за меня, как-то, надо играть. Рандом. Ну, и сейчас тогда придётся мне заменять всяких крестеров. Я надеемся, что их будет немного. Кого нужно будет менять. Блин, долго грузится. Там, наверное, дофига созданных. У-у-у. По-моему, даже очень дофига. Ну, ладно. Это. Да, это. Блин, мне тут неудобно. Я сделал экран поменьше игры. Вот, в общем, я поставил всех ресторов, которых попросили. Ну, не стал записывать как бы то, как я вставляю и заменяю ресторов. Просто, чтобы вам не скучать. В общем, заменил и продолжаем, короче. записывать и продолжаем играть. Я не хочу первым выходить. Хочется выйти каким-нибудь пятнадцатым. Но посмотрим, кто будет первым. Первым. Не я, отлично. Первым у нас Кофи Кинсон и Дольф Зиглер начинают. Роял Рамбл. И сразу видим отсчет уже. Пошел времени. Кто же у нас будет третий? Третьим у нас выходит Мисс. Ну пока никого суперского нету. И сразу следующий отсчет. В четвертом у нас будет Биг Шоу. сейчас наверное будет чистить ринку. Ну не знаю, может быть и нет. Вот первая попытка у Дольфа Зиглера выбросить Кофи Кинсона. Видимо сейчас Кофи улетит и пойдет пить чай в раздевалочку. Ну да, так и есть. И минус один, минус Кофи Кинсон. Биг Шоу только залезает. И он пока он дошел уже пошел новый отсчет времени. Он же выйдет под номером пять. Это Джефф Харди. Ну не торопясь выходит. На Биг Шоу сейчас видимо будет Миза выбрасывать датчик и есть. И посмотрим вылетит ли Миз или останется. Вот только зашел в Джип Харди и сразу пошел новый отсчет времени. До свидания Миз выбрасываю этого Биг Шоу. Номер шесть это семь панк. Ну как я и говорил Биг Шоу действительно будет чистить ринг. Вот и пытаются выбросить они сейчас Джефа Харди. Вместе с Дольфом Зиглером вышел панк и у нас новый отсчет времени. И выбрасываю Джефа Харди. Двоем. Ну а номер семь это я. Шон Майклс HBK. Пока я там в салютике посмотрим пока я там сижу. Не торопясь тоже похожу. Как-то нет побежал увидим. Сейчас будем гасить наших соперников. салютик. Но пока мне Зиглер сделать чоблок. А я сделал панк чоблок. Ух ты. Номер восемь кей. Игрок кейки делаю я и выбрасываем сим панк. эдж. Эдж. Номер девять. Блин не видно что там со мной творят. Набьем лица Зиглеру. Ух ты. Алекс Лиз делает мне Зиглер. Но у нас тут уже пятеро вот сейчас выйдет еще один итог. Это Джон Сина под номером десять выходит. Ух ты. Чуть Биг Шел не вылетел у нас. Ту-ту-ру-ту. Хочу накопить на свечи и сделать его сразу кому-нибудь. Акси Биг Шоу вылетел у нас. Я чуть не обратил внимание с начала. Я не видел кто его выберется у вас честно. Попробуем сила вытащить. Семь. Ух. Зиглер может быть в проблеме здесь. Орс. Мой бог. Ой. Смотрел как Кейн сделали плосдлайн. Думал он вылетит. Но это спасло наверное Джона Сина что я отвлекся. И нажимал на эти кнопки. номер один стартруп пытается кейн выбросить сильно наверное правильным делом исходя из их вражды. с ух. 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 И есть у меня финишер. делал я его прежде но это обычный плавание думал священник делать будет шума аксуа нет кем-либо все таки выбросил джонасину пока у нас дальше держится долгие зиглера я так понял пункты есть финичера овертруфа и кейна их лучше опасаться сейчас ой ею зря это сделал все обещает счет времени кто же это будет это эван Борн номер двенадцать и кейн пытается выбросить зиглера опа артур священник бааа отлично и до свидания долю зиглера минус один еще один точнее и выходит кодироваться под тринадцатым номером возможно он будет счастливым для него аааа мне тут надо было нажимать кнопки я считаю все подряд блин да выгоните я еще не хочу его летать нет сука скотина и вон Борн я возьму сразу четырнадцатый номер попал в Борн короче ублюдок рубрис фоншин Майклса я что то смотрел на Роузен и не обратился с начала внимания что мне нужно нажимать на кнопки рубрис фоншин Майклс попал короче вон Борн обо мне ухо ухо у тем более за гробовщика играть будут этого в середине просто уничтожить сейчас в борнов в том том что он ему обеспечен минус кодироваться а еще одной они там четвертого совсем болит номер 15 половина все прессы как это сантином ну чё ты там а зачем ты меня выбросил ублюдок но вот счет времени и кто это это кристи получая бигбут ублюдок остался кейн у нас на ринге мы не хотим субтитры и в основном пауру бомб нет реверсирует бомб нет я опасна ситуация с ул удается мне в битве все таки давайте я хочу накопить на финичер сделать тонн его набор украина у меня в бассейн так нечестный «Воу! Ты попал человек! Вот тебе и Том Стоун, козлодой, получай!» «До свидания, я думаю, можно ему сказать!» «Сейчас выбросим, наверное, если удастся!» ну нет не так быстро но у меня киев я даже тоже опять не видел кто его выбросил я думаю вы увидели я просто делал там он был очень занят под этим подонком сейчас будет сантиновым расцветил прибавщика сантиновой команде вот это да прощаю минус минус 1 еще выходит у нас голдаст под 17 номером что то у всех почти финишер есть у двоих попробуем выбросить артур 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 обычным славянам выбрасывают но чтобы наверное своим финишером выбросить ну в смысле там бомбы и чек слэм каким нибудь это надо облокотить просто на канат выходит у нас мать хан выходит у нас мать хан всё почему-то никто не скандирует а 4 сейчас будет кобра кому на эту карту забавно а сразу кристиан пытается выбросить мировой мистерии я помогу ему только вышел и ушел вот так вот уриконрана тронбай в исполнении сантин вот сейчас делаю финиш это бомба его так вот выброшу опа до свидания у нас у меня есть финишер ну сантин а сейчас это что финишер что ли да я думал будет хелсгейс какой нибудь тут какой то блин воздействие на ногу тупое ну ладно отчет времени отчет времени вот том стол номер 20 альберта выходит а я делаю том отлично я думаю можно сказать прощай сантино хотя нет не дается прощай эндотеккера наверное сейчас будет давно отлично отлично остаюсь я на ринге но за покушение на нашу жизнь нужно выбросить сантина а Кристиан сделал килсвич хорош ну блин доверять а кто просил я за тебя выборшу я из-за этого точнее выборшу тебя вот так вот номер 21 world strongest man м м марк хенри м 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 покидает нас м м за меня работу я пытаюсь выбросить м м вместе м вместе в этом выбрасывал мы находимся отлично м 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 р м не м м появился но у меня не убросили помогла кристиан нет доверия видимо останется в сфере в сфере в сфере г дирио пытается убесить хенри, я ему помогу новый счет времени и минус еще один рестер эй, это вы че офигели двойной суплекс, а вот и нет, я им сделал суплекс ни хер гнать на андотекера выходит 22 номером у нас под двадцатым номером миг фолли выигрыш выборшевка я Дель Рио да, до свидания Дель Рио в отчет времени и у меня есть финишер делаю я у кого нибудь во, Мику Фолли можно сделать, но блин Роуз, ой, Роуз говорю, Кристиан не дает, а я все-таки хочу сделать блин я делал до том столом очередной бааа вышел нашим победителя Роял界 Рэмбл од тысячи двенадцатого года интересно то что это выиграет у нас конечно же это хочу быть и быть я но не знаю все может быть делаем очередной томска делаем его шейм опасно фух я думал я вылетел нам нужно шпилить на все кнопки блять старайся не старайся все равно вылетишь я возьму 20 не знаю наугад вышел у нас батиста гроб там показывает что хана кому то там не знаю 27 нет я 20 29 возьму номер сейчас пока понаблюдаем за нашим боем бухгемена умер сели тоже недавно вышел только и сразу покинул нас с дропы покидает нас батист с с у нас кто же следующий мне кажется интересно кричитом хороши остается на ринге номер 26 номер 26 трипол эй так то что там еще должно быть я уж не помню сейчас посмотрим с с с с с с может нас покинуть сейчас и полыщ это области крестин неудачная попытка вновь отчет времени пошел в связи с чемпионат 28 по моему это я а нет я ж двадцать девятый выбрал блин надо было 28 ну ладно без разницы с кем посмотрим еще за кого буду играть я в финичере есть у микрофолии в уши мусс в шее мусс как чат зрители наверное не предполагаю что он может выиграть Микфолли делает свой финишер. А нет, Трипалэйш реверсирует. Да, у троих человек есть финишер. Уже у четверых, нифига себе. Давайте, спорите финишер. Пытается Шемос выбросить Рэнди Ортона. И у него это получается. Вот сейчас бы все четыре финишера кому-нибудь одному сделали, бы было вообще забавно. Например, Кристиану, потому что у него нет финишеров. Вот. Фолли бы DDT сделал. Трипалэйш педик, Игорь и Джерри, Купово. Котбрейкер, Шемос. И Селки Кросс. А теперь зрители кричат Шемос, Шемос, и их не поймёт. Что Шемос Сакс, то Шемос Шемос. Ну, непонятно. Может быть, это другие же зрители, не знаю. Не знаю. Чёпка делает Крис Жерико. У нас пошел счет времени, сейчас посмотрим, кем буду я играть. Игорь. Ууу. МВП. Блядь. Не особо-то есть. Крутой выбор. Ну, хотя он, пофигу. пытался крестьян убрать и джерико у него это не получилось два финишера есть у криса джерико ух ты а шима сделает свой финишер 40 кросс неплохо и выбивает крис череку крестьян за пределы за пределы ринг я делаю германский суперкс нот бэд пытается джерико убесить три полы щи и у него это получается а я делаю германский суперкс крису джерико снова если у трех рестеров финишер у меня нет еще я думаю это время суперкс и сейчас мы посмотрим кто же у нас будет последним выходить на этот бой или я хотел сказать хорнс вагл но нет это фильм есть у меня финишер кстати было бы забавно если спадринга вылез фонс вагл кому-нибудь конце помешал и выиграл финишер с тем что он не может быть в этой игре в чем сейчас вот пола бомба выбрасывает обороны выбрасывает мегафолик и меня ну поиграл называется хотел сделать бен финишер пауэрбомбой выбросили короче так не остается у нас на ринге вот эти стандартные переглядочки про рамбл есть финишер джерико но кто же выиграет неплохой супплекс в исполнении финишер так может сейчас джерико выбросить финишер но нет снова локтем бьет финишер финишер давайте же крутости показывать финишер вдвоем выбрасывают крис джерико и а у нас кстати сейчас получается такая же ситуация которая была на ролл рамбл 2012 остались у нас крис джерико и шеймус по идее должен выиграть шеймус посмотрим как у нас будет сейчас если представить что это ролл рамбл 2012 то что я примерно болел так ну крис то явно должен победить потому что блин столько обещаний было промки не зря же он вернулся то победит стопудово он может быть и победит шеймус да не вряд ли вы чё победит крис джерико стопудово я думаю так вот сейчас посмотрим как у нас тут все будет да вот сейчас должен выбросить джерико что-то стоишь ну блин код брейкера на с вообще ну действительно у меня были мысли когда я смотрел рамбл 2012 концовочку я думаю выиграет действительно крис джерико потому что столько обещаний как бы тронсят эти все возвращения и так далее но выиграл наш шеймус как вы знаете но уже зависит шеймус так отлично ну то что победит интересненько он зигери делают крис джерико и давай под брейкер что ли пытается выбросить шеймус криса ну нет нет остается крис на ринге отлично и пытается опять вновь выбросить шеймус и не нет и все таки да и получается у нас такая же ситуация как на Роял Рамбл 2012 победил шеймус выбросив крис джерико но было конечно же не так немного там был биг бут по моему но все таки это не опровергает тот факт что победил у нас шеймус ну да ладно вот в общем так вот сегодняшний суперстарс у нас получился я думаю было неплохо одна беда это наверное мой голос тупая болезнь ну ладно сейчас посмотрим карту на смакдаун следующий наш ну вот отлично пропускаем это все и смотрим что у нас трипл фред матч будет первым номер 1 контейнер матч видимо за World Heavyweight хотя не знаю Кристиана Шеймус хотя нет за номер 1 контейнер уже у нас был уже это наверняка за какой-то другой титул в общем Кристиана Шеймус и Кофи Кинсон и каждый сам за себя конечно же второй матч Джексвагер против Криса Мастерса с World Scout Энивер матч они уже дрались у нас ну ладно придется опять опять проводить этот матч третий матч Богимайн против Шэд Гаспорт не знаю будет ли он интересный ну и мейн ивент снова Фолскаут Энивер да и Рио против Синкара ну блин я даже не знаю играть ли эти бои или может на заказ лучше сделать ну в общем не знаю напишите в комментах чего лучше или какие может быть заменить какие оставить ну да ладно ну я на сегодня с вами прощаюсь всем спасибо за просмотр всем пока спасибо за просмотр